Всем привет! Сегодня мы едем в Сочи после выставки Юббилд. У нас очень много потенциальных партнеров, с кем мы договорились о встрече, о презентации нашей декоративной штукатурки Голш. Вот сегодня мы едем на три дня в Сочи. И просто для меня это такая приятная командировка, потому что я давно хотел съездить в Сочи, давно там не был. И единственное, что погода сегодня не очень, потому что с утра выпал снег, и я надеюсь, что в Сочи будет гораздо теплее. Вчера, когда я собирался ехать в Сочи, я себе представлял это так, что мы будем ехать, будет вокруг все зеленое, горы, море, пальмы, но я себе никак не представлял, что будет все в снегу. Выглядит это очень круто, единственное, что ехать немножечко сложновато, но у меня зимняя шипованная резина, так что мы довольно-таки быстро едем. Что именно ты хочешь, чтобы я сказал? Ну, вот про это. Ну, в общем, здесь на небольшом подъеме все фуры встали и, соответственно, нас остановили. Так что я думаю, что наше путешествие превратится из шести часов в чуть дольше. Все, и все стоят. Снег на юге, особенно весной, когда уже и так почти никто не переобувается на зимнюю, еще и весной уже те, кто переобулся на зимнюю, все-таки обратно, то получается, что снег это прям стихийное бедствие. Потому что, мне кажется, сейчас еще чуть-чуть, и мы будем единственные, кто ездит. Потому что все останавливаются, не могут ни в горку, ни с горки. Ай, это жесть просто! Да... Я еще причем с утра проснулся и такой думаю, снег идет. Наверное, не стоит ехать в Сочи, потому что, мне кажется, я единственный в Краснодарском крае на летней шипованной... ой, на зимней шипованной резине. Ну, я позвонил Васе, Вася говорит, да ты че, я сто раз так делал, едем. Итак, друзья, мы заехали в Джубку. Не в Ку, а Гу. Я все время думал, что Джубка через К. Джубка. Джубка это первый населенный пункт, у которого есть свое море. Поэтому очень многие краснодарцы ездят сюда купаться на море. Снег плавно перешел в дождь. Вот, я еще не теряю надежду погулять по солнечному Сочи. Но, как бы я так своим ожиданиям санизил. Мы заехали на заправочку, взяли кофеючку и едем дальше. И посмотри, можно просто вот выйти и удочку закинуть, а? Ну, вид шикарный просто. Я не представляю, насколько счастливые люди, которые здесь живут. Они просто живут прямо вот, вышел. Можно умываться в море. Вот у них настолько оно близко. Даже ближе, чем у меня, Волга. Хотя я живу прям, ну, 3 квартала от Волги. Давно ты море не видел? Море? А я же ездил в Новороссийск на сухогруз Рива. Так что я море видел, но... Круто, да? Да, очень круто. Каждый раз я все ездил на Кукулу, как первый раз. Мы сейчас проезжаем село, или я не знаю, как это назвать, Новомихайловское. Ну, населенный пункт, он между Сочи и Джукой. И я обратил внимание на брызги от луж, от встречных машин, что они чистые. То есть вот для меня, человека, который приехал из Саратова, это прямо дикость. Потому что даже вот брызги здесь от луж чистые. Ну, очень круто, мне очень нравится. Вот и в Туапсе мы. Мы проехали Туапсе, там заехали, пообедали. Есть там торговый центр Красная площадь. Не такой, конечно, как у нас в Краснодаре. Но тоже торговый центр. И сейчас заехали в Лазаревское. До Сочи еще где-то часа полтора ехать. И очень сильно поменялась растительность. Это как раз то, что я ожидал, но немножечко все портит дождик. Но я такой думаю, что зато, когда я в следующий раз поеду в хорошую погоду, у меня будут еще лучше впечатления. То есть я такой растягиваю удовольствие от путешествия в Сочи-Краснодар, потому что ездить придется частенько. Да, реально, мне кажется, у меня машина такая думает, что я столько за всю жизнь не поворачивал просто. Сколько мы сегодня за день уже наповорачивали. Через 500 метров развернитесь. Бл***ь, пожалуйста. Развернитесь, бл***ь. Доехали. Да, я, если честно, думал, что это такой в Сочи-Краснодар. Легко. Бл***ь, весь день. До Саратова, мне кажется, столько же по времени ехать. Все, видишь, тут сразу на дороге пошли. Да, круто. Не, мне нравится. Я первый раз за рулем еду. Серьезно? Да. Да, я вообще в Сочи первый раз за рулем. Ну, с учетом, что я здесь был два раза, 10 лет назад и 5 лет назад. И то проездом. Где Сочи-то? Мы так и будем по туннелям ездить. Да, ну очень красиво. Пятый этаж. У нас вид на море, но на левом. Так, ну че. Зайдем мы там. Золотые люстры. Канделябры. Ё-моё. Блин, высокос, колхоз, б***ь. А че за фиолетовые шторы? У нас че, брачная ночь? Ну-ка пошли на море посмотрим. Слушай, натуре море. Оп. Можно даже рыбачить оттуда. И стройка. Да. Не, ну ништяк. 1600 стоит номер. Это прямо... Толя. Я даже не знаю, что сейчас можно снять за 10. Так, ну че, разбор. Значит, потолки плохо, отшпаклевали, покрасили краску водоэмульсионную валиком с длинным ворсом, поэтому следы остались. Так, значит, плинтуса поверх обоих приклеить, так делать нельзя. Так, че еще, че еще, плинтуса, видите, пластиковые, стремные. После Саратова я думал, что лучше всего в мире жить в Краснодаре. Сейчас я передумал и понял, что еще лучше жить в Сочи. Не боли меня, что снимаешь. Короче, весь день провели в дороге, сейчас прогулялись по набережной, заселились перед этим в номер. Сейчас вот зашли в Рис поужинать и завтра у нас будут встречи с нашими потенциальными партнерами. Так что, до завтра.